Всем привет! С вами Вова Кенжи и это передача Легенды Футбола. Мы продолжаем составлять сборную лучших игроков СССР и пост-СССР. Была небольшая пауза, я болел, но я сейчас вернулся и готов с вами поговорить про Олега Блохина. Олег Блохин родился в Киеве, в очень спортивной семье, но в отличие от многих своих сверстников, он не стал перебирать все виды спорта и сразу остановил свой выбор на футболе. И уже в 12 лет, благодаря скоростным качествам, которые достались ему от родителей, он был зачислен в футбольную академию «Динамо Киев». Карьера футболиста начиналась тяжело. Сверстники думали, что Олега взяли в команду из-за высокого положения родителей. А тренеры не видели в нем никакого таланта, кроме потрясающей скорости. Поняв свои минусы, Блохин вместе с СОМ стали работать над атлетичностью и техникой работы с мячом, попутно развивая характер. В 1968 году Олега стали привлекать к тренировкам дублеров и даже на несколько минут выпускать на поле за второй состав. Уже в те годы Блохин умел отлично держать мяч, смело идти в прорыв, наносить сильные и точные удары по воротам, частенько оборачивающиеся голами. В основном составе «Динамо» Олег появился только в 1971 году, а в 1972 прочно закрепился в основе. В чемпионатах 1972 и 1973 годов «Динамо» занимало второе место в первенстве СССР. Результат недостижимый для многих клубов страны. Команда участвовала в розыгрыше Кубка Европейских чемпионов, где в четвертьфинале проиграла Мадридскому Реалу. А Блохин дважды становился лучшим бомбардиром страны, забив за два года 32 мяча и уже считался лучшим футболистом Советского Союза. Но все это заслуги не только самого игрока, но и тренеров, которые, понимая весь индивидуализм Блохина и его одноногость, постоянно смешали его на поле ближе к правому флангу, где его недостатки будут менее заметны. В то же время все чаще Олега начинает критиковать за его взрывной характер. Как только игра не шла, Блохин срывался на партнеров, судей и тренеров. Во многом всему виной натянутые отношения в команде, которые не очень-то и принимала футболиста. В конце 1973 года в киевском «Динамо» началась новая эпоха. Главным тренером был назначен Валерий Лобановский, с которым Блохину предстояло добиться самых выдающихся результатов карьеры игрока. А к имевшимся у него достоинствам прибавить едва ли не самое главное качество футболиста – умение играть в коллективный футбол. 10 августа 1974 года киевляне под руководством Лобановского одержали первую серьезную победу, выиграв в финале Кубка СССР у Зари 3-0. Блохин, который забил второй гол в этом матче, почувствовал свою игру. Вскоре после этого кубкового финала в Киеве игрался матч с чемпионата страны, в котором «Динамо» принимала «Зенит», входивший в тот момент в число лидеров. Счет той встречи 5-0 сам по себе для футбола необычен. Однако было еще нечто особенное. Именно в тот день под проливным дождем Олег Блохин забил в одной игре 4 гола, и это стало едва ли не символичным обновлением игры форварда. Теперь он не забывал о партнерах. Лобановский не потерпел бы такого однобокого игрока в своей команде. Он точно понимал суть таланта Блохина и, пожалуй, единственный раз в своей тренерской практике позволил игроку в определенных ситуациях действовать нестандартно. Более того, вопреки тренерским принципам. Олег Блохин попал в почти идеальную для себя ситуацию. Его стремление к воротам соперника теперь поддерживала вся команда. К тому же Лобановский отрядил в пару коллегу Леонида Буряка, создав одну из лучших атакующих связок того времени. Но самое главное, что Блохин вдруг стал отдавать партнерам такие передачи, что, казалось, мячи после них сами залетают в ворота. Теперь Блохин не стеснялся отойти в оборону, если этого требовал тренер. В первом победном для себя розыгрыше Кубка обладателей Кубков 1975 года киевляне все матчи провели на высоком уровне, а Блохин в той команде был первым среди равных. В 1975 году главным матчем для Блохина стала битва за суперкубок в Мюнхене. Противостояла киевлянам Бавария, едва ли не самая сильная европейская команда в те годы. Майер, Бекенбауэр, Шварценбек и Мюллер – чемпионы мира 1974 года. У киевлян же не смогли выйти на поле сразу пять игроков основного состава. Но Динамо показывала характер. Олег Блохин в одиночку, обыграв четырех защитников Баварии, на 67-й минуте забил гол и привел команду к победе. После этого матча футболисты Баварии признались, что хотели бы, чтобы Блохин играл за их команду. Неудивительно, ведь в ответном матче Олег и вовсе оформил дубль. Под Новый год весь мир обретела новость, что Францфутбол назвал 23-летнего форварда киевского Динамо и сборной СССР Олега Блохина лучшим футболистом Европы 1975 года, и ему был вручен золотой мяч. Блохин набрал 122 очка. Следующий за Блохиным Франц Бекенбауэр, Йохан Кройф, Берти Фокс и Зепп Майер даже все вместе не набрали этой суммы. Следующий, 1976 год, получился неоднозначным. Команда во главе с Блохиным попыталась устроить переворот и пошла против тренеров команды. Благо конфликт быстро замялся, но на результатах команды это все-таки сказалось. Но уже в 1977 команда снова оказалась в лидерах чемпионата. Блохин же, чтобы поддерживать оптимальную форму, отказывал себе во всех удовольствиях. Часто играл через боль, возвращаясь в игру даже после серьезных стыков. В 1979 году Блохин попал в сборную лучших игроков мира и провел матч против Дорнурской Боруссии в одной команде с Кройфом и Бекенбауэром. Сразу после этого матча Олег получил несколько предложений от зарубежных клубов. В 1983 году из Динамо ушел Валерий Лобановский. Трижды с 1976 года клуб под его руководством становился чемпионом СССР и дважды завоевывал кубок. Без Лобановского Динамо опустилось на седьмое место и в следующем сезоне, когда он вернулся, заняло лишь десятую строчку в таблице. Уничтожающая критика обрушивалась на Блохина чуть ли не после каждого матча и держала его в команде, может быть, только стремление забить свой 200-й гол в чемпионатах страны. 10 августа 1985 года в Харькове Олег Блохин забил свой 199-й и 200-й голы в карьере в ворота металлиста. Это событие стало переломным. Именно в 1985 году Киевская Динамо вернула свою игру и сделала дубль. Киевляне выиграли кубок и чемпионат страны. Теперь Блохин обрел себя на новые позиции от тянутого форварда, подыгрывая партнерам и раздавая огромное количество красивых и точных передач, выступая в роли диспетчера, в то время как его молодые полузащитники шли в атаку. Сезоны 1985 и 1986 для Блохина сложились удачно почти во всем. Дважды вместе с командой завоевав звание чемпиона страны, Олег стал семикратным чемпионом СССР. Кубок СССР 1985 года стал не только итогом прекрасного сезона, но и отправной точкой к новому европейскому успеху Динамо, к победе в розыгрыше Кубка обладателей кубков 1986 года. В финале против мадридского атлетика Блохин играл через боль, но сумел отличиться забитым мячом. Последний свой трофей в советском футболе Олег завоевал в 1987 году. В финале Кубка СССР киевляне обыграли Минское Динамо. После этого были еще два последних индивидуальных достижения. 428-й матч в чемпионатах страны, когда Блохин перекрыл старый рекорд Виктора Шустикова, и 300-й гол в чемпионатах страны. Закончив в 1987 году играть за Киевское Динамо, Олег Блохин потом в течение года выступал за австрийскую команду «Форвардс», выйдя на поле 42 раза и забив 9 мячей. После чего «Форвард» решил попрощаться с родными динамовскими болельщиками. 28 июня 1989 года на Киевском республиканском стадионе сборная СССР играла против сборной мира, и это был пятый матч Олега Блохина в составе сборной всех звезд. В каждой из команд он отыграл по тайму и забил свой последний гол в большом футболе с пенальти. Олег Блохин был едва ли не самым профессиональным игроком в советском футболе, что во многом и дало ему возможность играть так долго и добиться выдающихся результатов. В 1989 году Блохин уехал на Кипр, играл за Арис, а спустя год окончательно повесил бутсы на гвоздь и стал тренером. В составе Олимпийской сборной СССР Олег Блохин дебютировал 16 июля 1972 года в товарищеском матче против сборной Финляндии, где забил свой первый гол на 17-й минуте. Постепенно освоившись в команде, Блохин отправился на Олимпийские игры в Мюнхен и сыграл там отлично, 6 мячей в 6 матчах. К сожалению, прекрасные индивидуальные показатели Блохина не принесли успеха всей сборной. А полуфинальный матч с поляками и вовсе стал для него личной драмой. Забив первый гол после фирменного прорыва на левом фланге, при счете 1-1 Блохин забил еще один мяч, который не был засчитан из-за офсайда. А затем поляки вышли вперед, и в Олимпийский финал сборная не попала. И хотя Блохин забил свой гол в матче за 3-е место, игра та со сборной БДР завершилась в ничью 2-2, и обе команды получили бронзовые медали. Затем была бронза на играх в Монреале, тогда даже победа над Бразилией в матче за 3-е место не радовала. Дальше было еще хуже, на чемпионат мира 78-го года команда не попала. Провалила ей отборочный турнир чемпионата Европы 80-го года. Блохина даже отлучали от сборной за конфликт с Бесковым. В 81-м году Бесков вернул Блохина в сборную. Отношения между ними постепенно наладились, и в Испанию на финальную часть чемпионата мира Олег ехал со сборной в хорошем настроении. Команда уверенно прошла отборочный турнир чемпионата, но в Испании выступила неудачно. Отыскав козла отпущения, советская пресса вовсю оторвалась, называя Блохина главным виновником неудач. Он больше разговаривал, чем играл, сказал на послематчевой пресс-конференции о Блохине Константин Бесков. Разговоры Блохина видели по телевидению все болельщики СССР. Действительно, вел он себя в том матче просто ужасно. Кричал на партнеров, на судью, на соперников, постоянно жестикулировал. Видно было, что он находится на грани срыва. В 86-м году сборная СССР, которой все обозреватели и специалисты прочили большое турнирное будущее, в Мексике показала отменный футбол, но выбыла из борьбы слишком рано. Настоящий же успех пришел к сборной Лобановского в 88-м году, когда она в различном стиле сыграла на чемпионате Европы и заняла там второе место, но, увы, уже без Блохина. В 1990-м году Блохин стал тренером греческого Олимпиакоса, дав себе на работу два года. Решил, что если за это время у него ничего не выйдет, то бросит это занятие. Получилось. В 1992-м году Олимпиакос завоевал кубок и суперкубок Греции, а в национальном чемпионате дважды финишировал вторым. В своем третьем и последнем сезоне в команде молодой тренер занял третье место, дойдя до финала национального кубка, где уступил Планатинайкосу 0-1. По истечении контракта с Олимпиакосом, Блохин с разной степенью успеха работал с целым рядом греческих клубов. А в 2003-м году Олег Блохин возглавил национальную сборную Украины, добившись с ней самого высокого результата за годы независимости страны. В 2006-м году команда вошла в восьмерку сильнейших сборных планеты по итогам чемпионата мира в Германии. Затем была краткосрочная работа в ФК Москва и попытки политической карьеры. Но в апреле 2011 года Блохин снова взялся за сборную и достойно предстал со своими подопечными перед континентальной футбольной аудиторией на домашнем Евро-2012. 25 сентября 2012 года Олег Блохин воплотил в жизнь главную тренерскую мечту, став новым главным тренером киевского «Динамо». Но почти сразу после прихода в команду Блохина госпитализировали из-за тромба, перекрывшего сонную артерию. Олег Владимирович выжил и пошел на поправку, а к работе в клубе вернулся только к концу осени. Правда, работа в «Динамо» все время сопровождалась скандалами и положительных результатов не принесла. Как итог, 0 трофеев и лишь 60% возможных набранных очков. 16 апреля 2014 года руководство клуба отправило Блохина в отставку. Сейчас Олег Владимирович активно ищет работу и рассматривает различные варианты. Недавно была информация, что Блохин может возглавить сборную Израиля, но предприимчивые евреи посчитали, что обладатель золотого меча обойдется им слишком дорого и отказались от этой затеи. Подытожим. Сильные стороны – скорость, техника, интуиция и прекрасный удар. Слабые стороны – характер, индивидуализм, одноногость. Наибольшее достижение – золотой мяч. Длительность карьеры игрока – 21 год. Общее количество матчей – 767. Общее количество мячей – 395. Максимальная стоимость – бесценен. Общее количество трофеев в качестве игрока – 17. Общее количество трофеев в качестве тренера – 2. Олег Блохин – один из лучших нападающих советского футбола, что подтверждает количество всевозможных наград, в том числе золотой мяч. К сожалению, главным врагом Блохина на протяжении всей карьеры был его характер, с которым мог справиться только Лобановский. Все тот же характер мешает великому футболисту стать великим тренером. Но Блохин по тренерским меркам еще вполне молод и сможет добиться неплохих результатов. Главное, чтобы ему попалась команда, которая будет беспрекословно выполнять все указания своего короля. На этом про Блохина все. И сегодня свое видение лучшей сборной мира прислал нам Дени Ивдокименко. А пока у вас есть время, зайдите на сайт наших друзей Футбол Экспресс. Там вы найдете много всего интересного и про ваших любимых футболистов в том числе. И подписывайтесь на канал Кенжи Тейлс, оставляйте свои комментарии и ставьте лайки. Заходите в нашу группу ВКонтакте, выбирайте там следующего героя нашей передачи и присылайте туда свое видение лучшей сборной мира. А самое главное, помните, футбол это не только интересное зрелище, но и увлекательная история. Пока-пока!